В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых заметных событиях этого дня вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Будем сотрудничать. Сегодня подписано соглашение между Рязанской и Воронежской областями. Из санатория «Сосновый Бор» вывезли технику и мебель. Имел ли место факт мародерства? Ищут пожарные, ищут милиция. 70 человек пытались поймать в Рязанской области сбежавшую обезьяну. Грядет масштабный праздник, как в этом году рязанцы отметят День города. Рязанская область договорилась о сотрудничестве с Воронежской. В понедельник, 24 июля, главы регионов Николай Любимов и Алексей Гордеев подписали бессрочное соглашение. Подписано оно было в Рязани в присутствии журналистов. Подробнее о предстоящем сотрудничестве регионов расскажет Роман Дворецков. 24 июля в здании правительства Рязанской области главы двух областей Воронежской и Рязанской подписали соглашение о сотрудничестве. Николай Любимов и Алексей Гордеев отметили, что соглашение пойдет на пользу областям. Документ затрагивает развитие сотрудничества во многих сферах – от экономики до агропромышленного сектора. Как уверяют главы регионов, данное соглашение прежде всего подразумевает собой обмен опытом в различных сферах. Николай Любимов отметил, что некоторые методы и формы работы правительства Воронежской области применимы в Рязанской. В свою очередь Алексей Гордеев рассказал о уже существующих отношениях между областями. Соглашение поможет регионам расширить существующие связи и наладить новый документ, предусматривает двустороннее сотрудничество не только в экономической сфере. Воронежская и Рязанской области также намерены взаимодействовать в сферах образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма и молодежной политики. Ранее правительство Рязанской области заключило соглашение с Белгородской и Владимирской областями. Судьба санатория «Сосновый бор», который был закрыт в марте этого года, интересует как его бывших сотрудников, так и жителей Рязанской области, которые не раз поправляли здоровье в уникальной здравнице. Совсем недавно в СМИ прошла информация о том, что в санатории орудуют мародеры. Действительно ли это так, решили выяснить журналисты нашей телекомпании. Информация о санатории «Сосновый бор», который был закрыт за долги в марте этого года, поступает весьма противоречиво и тревожное. В последнее время все чаще говорят о том, что в здании санатория орудуют мародеры. Выносили, срывали кондиционеры, хорошие двери с люксов, с номеров улучшенной планировки, уносили хорошие кровати, мебель. Ну, в общем, все, что можно, все унесли. Холодильники, телевизоры. Клавдия Глинкова проработала в санатории 33 года. Руководство «Соснового убора» осталось должное 86 тысяч. И когда их выплатят, пока не ясно. Ну, а чтобы понять, действительно ли мародеры выносят из санатория все ценное, мы отправились в «Сосновый бор». Ворота оказались крепко заперты. Табличка о том, что вход на территорию санатория запрещен, в наличии. Ну, а мы отправились вдоль забора. Мы решили выяснить, насколько сложно попасть на территорию санатория в обход поста охраны. И тут перед нами открылась масса возможностей. Ну, во-первых, перелезть через такой забор может даже неподготовленный человек. А, во-вторых, существуют вот такие упрощенные варианты. К слову сказать, в такое отверстие можно принести все, что угодно. Кондиционер, телевизор. Конечно, это был лишь эксперимент. И дальше на территорию санатория мы проходить не стали. Зато выяснили, что чисто теоретически это возможно. А вот сюда можно было бы подогнать машину, чтобы вывести имущество «Соснового убора». Однако это всего лишь наши предположения, которые мы решили подтвердить или опровергнуть, обратившись к охране. К нашему удивлению, препятствий нам не чинили, и мы смогли абсолютно легально попасть на территорию санатория, чтобы убедиться. Спальные медицинские корпуса опечатаны, пломбы не тронуты. А значит, ни о каком мародерстве речи не идет. Кроме того, каждый час-полтора охрана совершает обход территории. Правда, от комментариев на камеру охранник отказался и попросил его не снимать. Но сообщил нам, что мебель, телевизоры, кондиционеры и многое другое продали санаторию «Старица». И то, что многие восприняли как акт мародерства, было вполне легальным вывозом купленного из зданий «Соснового убора». А вот что ждет санатория в будущем, покажет время. Единственная надежда на то, что найдется покупатель, который восстановит уникальную здравницу Рязанской области. Наркомания – страшнейшее заболевание 21 века, с которым борются не только медики. В день празднования явления Казанской иконы Божьей Матери и Управления МВД России по Рязанской области Рязанская епархия подписали соглашение о сотрудничестве в деле профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания молодежи, скрепив таким образом узы многолетнего плодотворного взаимодействия. В соглашении было подписано в здании епархиального управления начальником УМВД России по Рязанской области генералом-майором полиции Николаем Пелюгином и митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. На подписание документа также присутствовали руководители структурных подразделений духовенства Рязанской епархии. Владыка Марк входит в состав общественного совета при УМВД России по Рязанской области. Священнослужители на постоянной основе участвуют в различных мероприятиях и акциях, оказывая полицейским помощь в профилактике алкоголизма, бытовой преступности, работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и наркомании. Это чума 21 века. Жизнь сложна, жизненная труда. И в этом труде мы вместе со своим народом, вместе с правоохранительными органами вступаем и уже вступили в борьбу за наш народ, за наше духовное сокровище. Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пилюгин в свою очередь отметил, что подписание данного соглашения имеет большое значение в деле борьбы с наркоманией, приносящей огромный вред обществу. С этим злом, по его словам, нужно бороться всем миром, используя для этого все имеющиеся возможности. Наибольший эффект в борьбе с наркоманией дает генерал-майор Слава. Поэтому очень важно объединение и усилия православной цели и орган внутренних дел. День и усилия духовного, морально-нравственного, восполучивания. Сразу после подписания соглашения Николай Пилюгин и митрополит Марк обсудили совместные планы на ближайшее время. Среди них проведение занятий по духовно-нравственному воспитанию личного состава Рязанской области и активное привлечение священнослужителей к значимым общественным мероприятиям, проводимым ведомством. 21 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска и Управления ГИБДД России по Рязанской области совместно с сотрудниками УФСИН в результате объявленного плана перехват задержали осужденного, совершившего побег из колонии строгого режима в Пензенской области. В пятницу 21 июля в 11.40 из исправительной колонии строгого режима в Синроссии по Пензенской области совершил побег 27-летний гражданин Узбекистана. Шавкат Нематов был осужден за убийство и разбой и приговорен к 13 годам лишения свободы. По имеющейся информации осужденный вышел через контрольно-пропускной пункт, предъявив чужой пропуск. Но уже через несколько часов мужчина был задержан сотрудниками полиции в районе поселка Турлатова. Причина, как вы попали в тюрьму? Статус 105, час 1, час 2, час 2. Убийство, разбой. Как вы вышли на волю? Через комнату сюда. Сообщается, что заключенный был одет в гражданскую одежду и направлялся в Москву. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что совершить побег ему помогли сообщники. Еще одного беглеца разыскивали на протяжении всех выходных. Правда, на сей раз никакого криминала. Им оказалась обезьяна, которая самовольно покинула передвижной цирк. Чем закончились поиски, расскажет Роман Дворецков. В прошлую пятницу из передвижного цирка сбежала обезьяна. Она пропала в деревне Баграмова. Поймать нарушительницу спокойствия сотрудники МЧС пытались все выходные. За это время обезьяна успела наломать дров. Животное укусило женщину, которую госпитализировали в ОКБ. В случае укуса любого животного, будь то ваш домашний питомец или же дворняга, врачи настоятельно рекомендуют сразу обращаться с заквалифицированной медицинской помощью. Те же самые правила, как и при получении любой раны с нарушением кожных покробов. Обработать рану растворами антисептиков, наложить стерильную повязку и, естественно, обратиться в лечебное учреждение. А между тем обезьяну искали 70 человек. Поиском также привлекали легкомоторный самолет. Чтобы найти местоположение беглеца, спасатели использовали беспилотник и депловизор. Обезьяну нашли в районе населенного пункта, где она и пропала. Чтобы животное снова не сбежало, на ночь район оцепили и, наконец, в субботу 22 июля ее удалось поймать. В итоге обезьяну поместили в карантин, где за ней будут наблюдать и возьмут у нее все необходимые анализы. После этого решат вопрос о дальнейшем нахождении животного. Не за горами главный праздник этого лета – День города. Администрация уже опубликовала план праздничных мероприятий. Список получился достаточно внушительный. Организаторы поделились планами на пресс-конференции с журналистами. Алена Куколева узнала подробности. Празднование в этом году продлится целых 4 дня. С 28 по 30 июля. 2 августа Рязань отметит как столица воздушно-десантных войск. План общегородских мероприятий выстроен с учетом потребностей горожан. Рассчитан на различные возрастные категории, на различные увлечения людей. И мероприятия, которых в пределах 50 запланировано на эти дни, будут распространены на всех городских площадках и для разных категорий наших граждан. Итак, 28 июля на аллее путешественников установят бюст адмирала Александру Авинову, уроженцу Касимовского района. В парке Гагарина будет работать спортивная площадка. На улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов, а на площади Победы в 7 вечера выступит хор турецкого. На следующий день, 29 июля, на стадионе ЦСКА пройдет военно-спортивный праздник. Рязань, столица ВДВ. В музее истории воздушно-десантных войск весь день будет свободный вход. В соборном парке у Кремля пройдет фестиваль туристических маршрутов. Будет представлено более 20 маршрутов. Экскурсоводами станут как профессионалы, так и увлеченные горожане города. Темы самые различные. Интерактивно запись на эти маршруты уже ведется. Все желающие смогут посетить любой из маршрутов. В 7 вечера горожан ждут на площади Победы. Выступит Александр Маршал. В полдень 30 июля в Центральном парке культуры и отдыха начнется ярмарочное гуляние. Рязанское подворье. Запланирован фестиваль ретро-автомобили, дегустация, конкурс самодеятельности. В 19 часов здесь начнется фестиваль дворовой песни «Беседка». Очень радостно, что беседка, которая традиционно проходит зимой, порадует горожан в летний период. Потому что тот проект, который прошел во Дворце молодежи, будет воплощен как раз на танцверанде. Вот именно атмосфера танцевальной площадки, где могут и послушать замечательных музыкантов нашего города, и еще и потанцевать. На площади Победы в 7 вечера стартует акция «Чистый город». Она завершится красочным фейерверком. День воздушно-десантных войск 2 августа запомнится горожанам праздником на Площади Победы. Наши вокальные инструментальные ансамбли исполнят песни воздушно-десантных войск. Соберутся друзья, товарищи, сослуживцы, гости города. Также будет развернута на площадке слева от МКЦ выставка вооружения и военной техники. Планируется пролет самолетов, звена АН-2. Пройдут показательные выступления десантников. Будет выставлена военная техника, а в небо над Рязанью поднимутся самолеты. Борщевик – опасное ядовитое растение, от контакта с которым ежегодно получают ожоги миллионы жителей России. Редкое лето обходится без сообщения о потере зрения или даже летальных исходах ничего не подозревающих людей, выбравшихся на природу. Однако, как оказалось, опасное растение можно найти не только за пределами города. Какие бы приятные ассоциации не вызывало своим названием растение борщевик, на деле же это опасная культура. Что примечательно, в России она никогда не росла. Ее стали завозить в 70-х годах прошлого века, как силос. Аграрии прошлого столкнулись с ужасной проблемой. Борщевик разрастался с ужасной силой. Но самую большую опасность он представляет для людей. При соприкосновении с кожей его сок растворяет и вымывает пигмент, защищающий организм от солнечного ультрафиолетового излучения. Любое попадание солнечного света на пораженные соком борщевика участки кожи вызывает сильнейшие ожоги, которые не проходят несколько месяцев. Как оказалось, не все жители нашего города слышали о таком растении. Борщевик? Да. Ну так слышала, да. А вот что вы о нем слышали? Ну полезные вроде как говорят вещи. Нет, не знаю. Борщевик, он и борщевик. Бог его знает. Да это трава. Это ядовитое растение. Оно может причинить ожоги. Кажется, что такое опасное растение не может расти в черте города. Ведь оно таит в себе большую опасность. На деле же оно цветет почти в центре Рязани. Прямо сейчас я нахожусь рядом с зарослями борщевика. Он в центре города. Рядом с нами ездят машины. Насекомые ползать по растению не боятся. А вот для человека прикосновение к нему очень опасно. Честно говоря, даже находиться рядом с ним очень жутко. Находится страшная поляна между улицами Лагерная и Западная. Людям сюда будет пройти не так-то просто. Правда, энтузиасты всегда найдутся. И здесь уже протоптано несколько тропинок. О судьбе этих людей стоит только догадываться. К сожалению, это не единственное место в Рязани, где борщевик пустил свои корни. Также люди информируют о том, что в пойме реки Павловка замечены плантации борщевика. Это излюбленное место с некоторых пор тех, кто проживает в московском районе. Люди ходят туда сейчас загорать и отдыхать. И если будет контакт с этим борщевиком, опять-таки люди получат ожоги. Бороться с борщевиком необходимо, ведь эта культура очень опасна. Важно знать, как поступить, если вы все-таки коснулись этого растения. Пораженную соком борщевика часть тела можно спасти от ожога, промыв в проточной воде и незамедлительно спрятав под непрозрачную одежду. И в течение как минимум двух недель этот участок кожи должен быть постоянно тщательно закрыт от солнечных лучей. Только тогда ожога не будет. А по поводу такой травмы можно подать жалобу. И если трух от того, что вы не знаете, вы ли ваш ребенок получил сильнейшие ожоги борщевиком на территории Рязанской области, то иски предъявляются органам местного самоуправления. Отличить борщевик от других культур не так уж и сложно. Большой трубчатый стебель и мясистые листья. Даже если нет уверенности в том, какое перед вами растение, лучше лишний раз его не трогать. Пускать дым в любом месте и в любом возрасте могут запретить. Роспотребнадзор предлагает приравнять вейпы к табаку. Курительные парогенераторы, которые стали так популярны среди молодежи, предлагают внести в проект закона, приравнивающего их к табаку и накладывающего на них те же ограничения. Сейчас в документах уже отмечены электронные сигареты и кальян. Однако о вейпах пока ни слова. Впрочем, полностью их запрещать, как это сделали в некоторых странах, не собираются. Только ограничить использование в общественных местах и не продавать несовершеннолетним. А пока российский рынок электронных сигарет по масштабам на третьем месте в мире после Китая и США. По темпам развития на первом. Если законопроект будет принят, использование кальянов, электронных сигарет и вейпов будет ограничено на отдельных территориях, в том числе на детских площадках и в транспорте. А их реклама и продажа несовершеннолетним будет запрещена. В России уже действуют некоторые ограничения на использование вейпов. Так, российские железные дороги запретили использовать электронные сигареты и иные электронные системы доставки никотина в поездах дальнего следования. Горячая пора наступила не только у выпускников школ, которые решили поступать в ВУЗы. Сейчас о перспективах построения карьеры задумываются и те, кто уже получил высшее образование по программам бакалавриата. Многие решают продолжить обучение в магистратуре. Тяга к знаниям и желание досконально изучить выбранную профессию – вот что отличает молодых людей, поступающих в магистратуру. За два года они могут получить значительный объем профессиональных знаний и навыков, стать по-настоящему востребованными специалистами. Отличным выбором для обучения в магистратуре станет Рязанский государственный радиотехнический университет, где студентам предлагают сразу 19 направлений подготовки. Мы постарались немножко унифицировать экзамены для похожих направлений, например, информатика, вычисленная техника, прикладная информатика. Их объединить в один экзамен для того, чтобы они не сдавали все экзамены и имели возможность поступать на разные направления подготовки. Хотелось бы получить какую-то научную степень, получить также хорошую работу в плане высокооплачиваемой и занимать хорошую должность. Я считаю, чтобы занять хорошую более-менее должность, нужно быть квалифицированным специалистом. Каждый год все большее число студентов продолжает свое обучение в магистратуре. Министерство образования и науки России привело мониторинг к трудоустройству выпускников вузов. Были обработаны данные более миллиона человек. Согласно исследованию, около 83% молодых людей, имеющих степень магистра, смогли найти работу. Это на 12% выше, чем среди бакалавров. А зарплата, на которую они претендуют, выше почти в полтора раза. В среднем она составляет более 46 тысяч рублей. Обучение в магистратуре дало мне много различных возможностей и очень понравилось. С нами занимались лучшие преподаватели нашей кафедры. Огромное количество возможностей для научной реализации, возможности выигрывать грант, а также получать дополнительные стипендии. По данным исследования, наиболее высокую ежемесячную заработную плату получают выпускники-инженеры. Широко известный в нашем регионе Рязанский государственный радиотехнический университет имеет мировую известность. Так, в рейтинге высших учебных заведений, которые опубликовала Европейская научно-промышленная палата в прошедшем году, радиоуниверситет вошел в топ-100 лучших вузов мира. Отбор проводился среди почти двух тысяч претендентов из разных стран. Этот вуз мне дорог, потому он, во-первых, в Рязани такой очень хороший, имеет репутацию, здесь очень хороший преподавательский состав, и студентам здесь здорово. В этом году я получила диплом бакалавра по специальности государственное муниципальное управление. Сейчас я рассматриваю поступление в магистратуру. Я пока не определилась с направлением, потому что я могу выбрать как экономическое направление, так же и техническое. Магистратура, она позволяет получить второе образование, второго уровня, но, может быть, даже немножко другого профиля. Для этого просто нужно немножко самому поработать, для того, чтобы подготовиться к поступлению. Чтобы поступить в магистратуру Рязанского государственного радиотехнического университета, нужно сдать всего один профильный экзамен. Он основан на тех знаниях, которые получены в бакалавриате. Билет комплексный, то есть он включает в себя некую такую тестовую часть вопросов, но тестовую не с выбором ответа, а с коротким ответом. И вторая часть – это два развернутых вопроса, которые будущий магистр должен написать и изложить достаточно полно. Помимо классического диплома, выпускники Рязанского государственного радиотехнического университета могут получить европейское приложение к нему. Оно открывает перед молодыми людьми ряд уникальных возможностей. Например, продолжить обучение за границей с перезачетом ряда дисциплин, а также устроиться на работу за границей или в иностранной компании, имеющей представительство в России, по ускоренной процедуре присвоения квалификации. Такое приложение могут получить все выпускники вуза, независимо от года выпуска, а значит, расширит ваши возможности для построения блестящей карьеры. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. А мы же прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok